Симпсоны очень часто предсказывают события, будь то президентство Трампа, скандал с Каниной или даже шоу Леди Гаги на Супербол. Учитывая, что вышло 30 сезонов, такие совпадения неизбежны. Но вот 10 предсказаний Симпсонов, которые еще не сбылись. Номер 10. Летающие машины. Если какое-то изобретение и предсказывали раз за разом в фильмах, книгах и теориях, то это летающие машины. Мы уже давно должны бы летать на работу, правильно? Так что неудивительно, что и в Симпсонах показали летающий автомобиль. В эпизоде 2005 года под названием «Драма будущего» там действие происходит в 2013 году. И Марч уходит от Гомера после того, как он потратил сбережения на изобретение вроде подводного дома. И, конечно, первого прототипа летающей машины, на которой он катал Барта. К сожалению, пока что автомобили не летают. Но несколько компаний пытаются сделать эту мечту реальностью. И у них получается вполне неплохо. Может, до этого уже недалеко. Uber собирался запустить воздушное такси в 2020 году. А в 2018-м основатель Google Ларри Пейдж представил прототип коптера Kitty Hawk Flyer и поддержал двух других изобретателей, работающих над летающими машинами. К сожалению, вероятность ежедневных полетов на работу все еще крайне ничтожна. Потому что батарея, которая была бы способна поддерживать столько энергии, пока что не существует. К тому же, придется создавать систему контроля воздушного движения. В общем, пока что это предсказание лишь мечта. Номер 9. Виртуальная реальность. Когда вышла серия «Друзья и семья» в октябре 2016 года, потенциал виртуальной реальности уже был хорошо известен. Но Симпсоны пошли несколько дальше. По сюжету, мистер Бернс нашел очки виртуальной реальности и начал представлять себя главой Симпсонов. Но через пару месяцев жители Спрингфилда так увлеклись виртуальным миром, что в городе воцарился настоящий хаос. Хотя мир полных ходячих зомби в VR-очках пока что не стал правдой, в последние годы опасения по поводу технологии выросли. Эксперты уверены, что из-за увлечения ими можно потерять связь с реальностью. Способность создать собственного аватара в мире, где нет реального закона и порядка, может изменить поведенческие модели и наше восприятие самих себя. Виртуальная реальность становится все популярнее и доступнее. И давайте надеяться, что у нас будет не так. Номер 8. Виртуальная еда. В серии про 30-й год, Барт в будущем, Марч и Гомер с помощью очков виртуальной реальности и трубок едят виртуальную еду. Хотя нам все еще далеко до некалорийных цифровых обедов, в Национальном университете Сингапура разработали цифровой симулятор вкуса уже в 2013 году. Он дает разные вкусовые ощущения, влияя на рецепторы языка с помощью электрических и тепловых токов. Между тем, ученые из Корнельского университета выяснили, что сыр вкуснее в приятной виртуальной среде. И вскоре первый ресторан виртуальной реальности открылся в Токио. Такая технология может помочь диабетикам наслаждаться сладкой едой, не рискуя при этом уровнем сахара в крови. Однако виртуальная еда останется редкостью и не станет популярна. Так что мы, скорее всего, не будем есть компьютерную пиццу, смотря телевизор. Хотя потенциал у этой идеи определенно есть. Номер 7. Женщина-президент Серия «Барт в будущем» предсказала несколько вещей с момента выхода в марте 2000 года. Например, в этом эпизоде упоминается будущее президентства Трампа. Барт представляет Лизу, которая стала президентом Соединенных Штатов в Белом Доме. Но президентство самой Лизы предвосхищает еще одно важное событие в политике. Она говорит, что стала первым президентом женщиной. Ни одна женщина пока что не возглавляла США. Хотя это могла сделать Хилари Клинтон. США попали на 51 место в рейтинге гендерного равенства в 149 странах, по версии отчета о гендерном разрыве в мире в 2018 году. Но, возможно, в стране скоро может быть президент женщина. Победы женщин на промежуточных выборах в Сенат 2018 года тоже указывают на такую возможность. И Симпсоны уже предсказали, кто может занять эту должность. В серии «Дом ужасов на дереве 27» 2016 года Гомер показывает значок «Иванка-2028». Он также заявил своей семье, что в Америке все всегда происходит слишком рано. Вероятность того, что Иванка пойдет по стопам отца, стала вполне реальной. Когда она сказала в 2018 году, что уже согласилась баллотироваться в президенты, и добавила, что мечтает стать первой женщиной на этом посту. Опрос 2017 года показал, что 44% американцев одобряют Иванку, и предсказание Симпсонов может скоро сбыться. Номер 6. Роботизация. Технологии развиваются, и кажется, мы близки к серии 2012 года под названием «Они робот». Мистер Бёрнс пожаловался на стоимость тестов для работников электростанции, и Смитерс придумал, как сократить расходы, заменить рабочих на роботов. Уровень безработицы в городе сразу вырос на 99%. Гомер – единственный человек на станции, и, не сумев достучаться до своих новых коллег, он случайно сломал одного из них, и обнаружил в нем искусственный интеллект, похожий на человеческий. Но вскоре роботы стали слишком умными, и подняли восстание, чтобы убить мистера Бёрнса и жителей Спрингфилда. Хотя захват мира роботами остается фантастикой, роботы с искусственным интеллектом все чаще заменяют людей на самых разных ролях в обществе. Например, в Макдональдс планируют протестировать роботов-фритюрниц и систему заказа с голосовой активацией. И, как показали исследования, роботы могут занять 800 миллионов рабочих мест уже к 30-му году. Но такой переход – не единственный пугающий аспект автоматизации. Чересчур реалистичный робот «София» стал первой машиной, получившей гражданство Саудовской Аравии в 17-м году, и и развивается. И Юрген Шмид-Юбер, известный как отец искусственного интеллекта, предсказал изменения в цивилизации всего за 30 лет. Кто знает, что ждет нас дальше. Номер 5. Колонизация Марса Серии последних лет продолжают фантазировать о будущем, и эпизод «Марджианские хроники» 16-го года рассказывает о возможностях космических путешествий. В этой серии компания Exploration Incorporated хочет создать поселение на Марсе уже к 26-му году, и Лиза решает полететь туда, а следом за ней отправляется и вся семья. После недели в симуляторе жизни на Марсе Марч и Лизу выбирают для путешествия, назначенного уже на эту неделю. Но перед взлетом выясняется, что ракета была поддельной. Под конец серии действия переносится в 51-й год. И там Лиза и Марч живут в процветающей колонии на Марсе, которая похожа на современный город. Но возможно ли это в реальности? Думаете, невозможно? Илон Маск отказался отдать свои акции в программе SpaceX, пока процветающая община на Марсе не станет реальностью. Сейчас SpaceX планирует отправить грузовые ракеты на Марс в 22-м году, найти там воду и установить системы жизнеобеспечения. Между тем, Объединенные Арабские Эмираты хотят построить город на 600 тысяч человек на Красной планете, который назовут Марс 2117. Но эксперты считают, что эти проекты слишком уж амбициозны и нереалистичны. Из-за суровых условий Марс вряд ли станет новым жилищем для землян. Номер 4. Рептилии-правители В одной из самых надуманных серий Симпсонов 96-го года Гомер разоблачает Билла Клинтона и Боба Доула на выборах, и выясняется, что они инопланетяне. Нечто подобное, конечно, далеко от реальности, но некоторые считают, что в этом эпизоде есть доля правды. Этот сюжет показан в короткометражке «Гражданин Кейн» из выпуска «Дом ужасов на дереве 7». Инопланетяне похищают и копируют Клинтона и Доула, чтобы занять их место и захватить США. Это кажется безумным, но идея о том, что влиятельные люди – это на самом деле рептилоиды-инопланетяне – одна из самых популярных теорий заговора в мире. Британский сторонник этих теорий и бывший ведущий Дэвид Айк написал на эту тему несколько книг и провел лекции для 6000 человек. Он заявил, что эти гуманоиды стоят за глобальным заговором против человечества. Люди вроде Обамы, Хилари Клинтон и королевы Англии – среди подозреваемых. Эта древняя раса инопланетян берет свое начало с того момента, когда Еву искусил змей – статуэтки, которым 7000 лет изображают неких людей-ящеров. И они считаются доказательством этой теории. Но конкретных доказательств нет. Интересно, что в 60-е появилась модель мозга человека, разделенная на три части – триединый мозг. Она указывает на рептильную часть, отвечающую за первичные инстинкты, оставшиеся от предков. Может, эта теория и реальна? В полнометражном фильме «Симпсоны в кино» было полно странных событий, но некоторые из них оказались вполне реалистичны. В этом мультфильме Гомер, сам того не зная, загрязняет и без того испорченный источник воды в Спрингфилде, бросив туда свиной навоз. Чтобы защитить остальной мир от токсичных химикатов, президент окружает город огромным стеклянным куполом, и Спрингфилд становится самым загрязненным населенным пунктом. Опасные уровни загрязнения давно фиксируются по всему миру, а в городе Флинт, в штате Мичиган, который весьма похож на выдуманный город Спрингфилд, вода оказалась отравлена в 2014 году. Вряд ли с загрязнением будут бороться с помощью стеклянного купола, но, возможно, «Симпсоны» предсказали нечто большее. На данный момент мы очень близки к глобальному экологическому кризису из-за изменения климата, выбросов углекислого газа и массового исчезновения лесов. Активисты вроде Греты Тумберг, которую, кстати, сравнивали с Лизой Симпсон, призывают предотвратить еще больший ущерб. Нам нужно действовать быстро, иначе мы повторим историю Спрингфилда. Номер 2. Президент-иностранец Я упоминал, что президент, который поставил купол над Спрингфилдом, это сам Арнольд Шортснеггер. У него есть опыт, ведь он был губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 год. Так что Арни вполне может стать главой США. А учитывая, что «Симпсоны» уже предсказали другого президента, возможно, это намек на первого президента-иностранца. Согласно Конституции США, ни одно лицо, кроме гражданина по рождению или гражданина Соединенных Штатов на момент принятия Конституции не подлежит избранию на должность президента. Но это можно истолковать по-разному, и даже изменить в ближайшие годы. Термин «гражданин по рождению» был источником дебатов, и некоторые эксперты считают, что его точное значение не определено Верховным судом. Если губернатор-терминатор не подходит, то, может, шведка Грета Тунберг позже станет первым президентом женщиной, нерожденной в США? Поживем-увидим! Номер 1. Телепортация Одно из самых интересных предсказаний Симпсонов – это нераскрытая сила телепортации, которая появляется в нескольких сериях. В «Доме ужасов на дереве-8» 97-го года Гомер покупает телепорт на распродаже профессора Финка за 50 центов, то есть эта технология уже устарела. Он использует аппарат, как любой ленивый человек, чтобы не подниматься по лестнице и не ходить к холодильнику. А Барт случайно превращается в человека-муху, который пародирует фильм «Муха» Кроненберга. Технология телепортации кажется далекой от реальности. Однако китайские ученые в 17-м году смогли успешно телепортировать фотоны на спутник на расстоянии 300 миль. Это явление, называемая квантовая запутанность, основывается на том, что пары фотонов находятся в одном и том же состоянии, и их двойственное существование продолжается даже на расстоянии, и при изменении одного меняется другой. Но радоваться еще рано. Для перемещения атомов или молекул потребуются десятилетия, а телепортировать нужно триллионы клеток. Ученые из Университета Лестера подсчитали, что человеческие клетки в виде данных равны примерно 2,6 на 10 в 42 степени битам. Вот как это выглядит. Так что пока мы точно не увидим телепорты. А вы бы хотели, чтобы какое-нибудь из этих предсказаний сбылось? И какой из них сбудется с большей вероятностью? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!